Де-факто на телеканале Беларусь 4 события и происшествия Гомельской области в материалах наших корреспондентов. Железная дорога, зона для повышенного внимания. Два человека погибли на рельсах в Гомельской области. Куришь пьяный, можешь и не протрезветь. В регионе три человека лишились жизни на пожарах. Цена вопроса 500 долларов. В Калинковичах сын убил свою мать. Давно пора сменить шины. Дорого ли сегодня обходятся штрафы за зимнее нарушение ПДД? Торговали дорогими авто и обманули более 40 покупателей. Вероника Гомзюкова разбиралась в большом мошенничестве с краденными иномарками. Как не купить кота в мешке и не потерять деньги, приобретая с рук автомобиль? Поговорим с сотрудником уголовного розыска Олегом Теселкиным. Начнем выпуск с обзора происшествий в нашем регионе за неделю. В Гомеле начался суд над бывшим начальником инспекции по карантину растений Гомельской областной госинспекции по семеноводству. Экс-руководитель обвиняется во взяточничестве. Он был задержан с поличным прямо в своем служебном кабинете. По данным следствия, 38-летний мужчина неоднократно получал незаконное вознаграждение за выписку фитосанитарных сертификатов и актов карантинного контроля на экспортируемую сельхозпродукцию. Размер взяток доходил до 700 долларов в эквиваленте. В 40 метрах от третьей платформы станции Гомель был обнаружен труп 51-летнего жителя областного центра, который, предположительно, был смертельно травмирован поездом. На место происшествия в составе следственно-оперативной группы выезжали сотрудники милиции. По факту происшествия проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. О днем ранее дизельпоездом сообщением Калинковича-Жлобин на пешеходном переходе станции Станковичи была травмирована переходившая железнодорожные пути 59-летняя жительница Светлогорска. Для транспортировки пострадавшей в районный центр, где могла быть оказана квалифицированная медпомощь, женщину поместили в вагон этого же поезда, однако в пути она скончалась от полученных травм. Не обошлась неделя бездорожно-транспортных происшествий. В минувшую пятницу 43-летний водитель, двигаясь на автомобиле Hyundai по хозяйственной аллее в Гомеле, в районе остановки общественного транспорта «Локомотивное депо», столкнулся с рейсовым автобусом МАЗ, следовавшим в попутном направлении. Повреждения получил водитель легкового автомобиля. С субботы на воскресенье примерно в час ночи на химзаводском кольце перевернулась иномарка. Ударившись в бордюр, автомобиль снес бетонную осветительную опору, поломав ее в нескольких местах. По приезду сотрудников ГАИ водителя на месте не оказалось. Проводится проверка. От 1 декабря в Рогачевском районе примерно в 18 часов 24-летняя девушка, управляя автомобилем Renault Laguna, на автодороге Кричев-Бобруйск-Кивоцевичи во избежание столкновения с гужевой повозкой выехала на полосу встречного движения, затем в Кювет, где и опрокинулась. Пострадали двое пассажиров авто. На пожарах в Гомельской области погибли три человека. Один из них – житель Гомеля. Спасатели обнаружили его тело в четырехэтажке на улице Советской. 52-летний мужчина находился в кухне на полу без признаков жизни. Известно, что в квартире он проживал совместно с женой. В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи. А в агрогородке Мичуринское Гомельского района погибла семья из двух человек. Продуктами горения отравились сын и мать. В их доме случился пожар. По прибытии спасателей 65-летняя женщина была обнаружена на полу, а ее сын – на кровати в соседней комнате. Оба не подавали признаков жизни. Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Оставил вескую улику на месте преступления. В корме удалось задержать вора по следу от ботинка. Мужчина вытащил деньги из автомобиля, владелец которого забыл закрыть заднюю дверь. Оплошностью воспользовался житель райцентра. Он забрался в салон и, уходя, ставил след от обуви на заднем сидении автомобиля. В последующем вор был задержан и поначалу всячески отрисал свою причастность к преступлению. Но после предъявленных доказательств эксперта, тот выявил совпадение следа с рисунком подошвы ботинка подозреваемого. Задержанный во всем признался. В Калинковичах сын убил свою 72-летнюю мать и за 500 долларов. Женщина отказалась отдать сыну деньги, когда тот явился в дом пьяным и хотел их потратить на выпивку. До этого мужчина передал своей матери валюту на хранение, так как собирался в Россию на заработки. В компании знакомых мужчина хорошо выпил и понюхал растворителя, а потом вернулся к матери за деньгами. Но та отказалась выдавать ему доллары, увидев сына в неадекватном состоянии. В ходе ссоры он нанес матери удар ножом. Пострадавшая скончалась от обильной кровопотери. С наступлением холодов автовладельцы озадачены вопросом замены летней резины на зимнюю. Тех же, кто еще не переобул свое авто, с 1 декабря могут ожидать штрафы. Такие водители ежедневно рискуют жизнью и подвергают опасности других участников дорожного движения. С 27 ноября по 4 декабря в целях предупреждения ДТП в республике проводилась профилактическая акция «Лучший тюнинг для машин. Установка зимних шин». Насколько ответственно водители региона подготовились к зиме, узнаем из сюжета наших корреспондентов. Гомель. Утро понедельника 2 декабря. С разницей в пару часов на улице Барыкина произошли два ДТП. Около 11 часов в промышленной зоне города, чуть позже в районе третьей школы. В последнем случае столкнулись две легковушки. Даже при относительно нормальных дорожных условиях и при наличии зимней резины на колесах водители не успели среагировать на внезапно возникшие препятствия. А это массовое ДТП в Жлобине, в котором приняли участие сразу 10 авто и автобус. На колесах многих из них были еще летние шины. Небольшая утренняя наледь на путепроводе и в занос ушли все, кто стал тормозить. Коэффициент сцепления зимних шин при движении на обледенелом или заснеженном дорожном покрытии выше, чем у летних. Поэтому у автомобилей, оборудованных зимними шинами, меньше тормозной путь и лучше управляемость. А именно эти факторы влияют на безопасность движения при движении транспортных средств в зимний период. По информации ГАИ, причина массового ДТП – неправильный выбор скорости без учета погодных условий. Массовая авария произошла еще за месяц до наступления календарной зимы. Но на своем примере подарила бесценный опыт автомобилистам. Если бы участники аварии с началом первых заморозков установили зимнюю резину, такого крупного ДТП, вероятнее всего, удалось бы избежать. Но на тот момент правила этого не требовали. Сейчас и до конца зимы они обязательны. Не нужно экономить на собственной безопасности, на безопасности окружающих, все временно менять шины. Также хотелось бы напомнить, что за неиспользование на автомобилях зимних шин предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения либо наложения штрафа до половины базовой величины. Ежели зимняя резина установлена, но остаточная высота рисунка протектора шин составляет менее 4 мм, штраф возрастает до одной базовой величины. За время совместного рейда, проведенного на главной улице областного центра, нам не повстречалась ни одна машина на летней резине. Все остановленные водители заранее позаботились о своей безопасности, установив зимние шины. По словам автоинспекторов, ситуация кардинально поменялась в последние несколько лет. Водители стали более ответственными. Косвенно это подтверждают и работники шиномонтажа. В последних два дня уже работы практически нету, практически все машины переобулись. Сейчас только подкачка, ну и ремонт колес в основном. Но говорить о полной сознательности водителей, конечно, рано. Прямо на стоянке рядом с местом проведения рейда наша съемочная группа все же обнаружила дорогую иномарку на лысой летней резине. Автомобиль стоял, водителя не было, поэтому что-то предъявить владельцу инспекторы ГАИ не смогли. За четыре дня проведения акции, которая началась 1 декабря, сотрудники выявили в Гомельской области около ста водителей, которые нарушили зимние требования ПДД. Миллионы рублей ущерба и десятки потерпевших. Таков итог многолетнего нелегального бизнеса троих жителей Гомеля. Мужчины продавали белорусам элитное авто. С обстоятельствами громкого дела о мошенничестве в автосфере знакомилась Вероника Гомзюкова. Вот эти машины обвиняемые пригоняли из России. Белорусы с радостью становились владельцами новеньких машин. Однако ненадолго досадные слова оперативников выкупили краденую иномарку для более чем 40 десятков автовладельцев. Прозвучали как гром среди ясного неба. Причем жертвами мошенников становились не только жители Гомельской области. Наслед преступников впервые вышли в июне 2018 года. Тогда заместитель начальника управления Следственного комитета по Гомельской области Алексей Исаченко обратил внимание, что в Жлобинском Ройска и Гомельском городском отделе в один день возбудили два уголовных дела по факту изменения идентификационных номеров кузовов внедорожников. При этом я вспомнил, что за несколько дней ранее в Жлобинском Ройска также было возбуждено дело по похожей ситуации в отношении также дорогого внедорожника. Было похоже, что может быть действует одна какая-то схема, поэтому мы затребовали эти три уголовного дела в областной парад Следственного комитета. При изучении материалов следователи выяснили, уголовные дела имеют один и тот же почерк, и по ним проходят одни и те же лица. Схожие обстоятельства, схожие поддельные документы. Тогда следователи и сотрудники уголовного розыска стали работать вместе. Они выяснили, что в Гомельской области действует группа лиц, которая занимается криминальным бизнесом. Угоняет авто в России, в основном кроссоверы, и перепродает их белорусам. Чтобы не возникало подозрений, мошенники придумали легенду. Хозяевами машины наступала семейная пара. Потенциальным покупателям они говорили, что им срочно нужны деньги для улучшения жилищных условий. Готовились поддельные документы на белорусов, и в эти документы уже вносились ложные данные и о поддельных единственных номерах автомобилей, и о будущих владельцах на подставных лиц из Белоруссии. В дальнейшем эти автомобили пригонялись сюда, и наши преступные группы реализовывались уже на территории Белоруссии, как оригинальные, не имеющие криминального какого-то прошлого. Начала действовать схема середины 2016 года. Тогда обвиняемые брали в оборот одну-две машины. Работали вплотную по схеме с конца 2016 года по июнь 2017. Авто ввозились под видом новых приобретенных в салонах Санкт-Петербурга и Москвы. Пользуясь тем, что новые машины, ввезенные в Белоруссии из России, не проверялись на криминальное прошлое, преступники без проблем ставили транспорт на учет в ГАИ. Люди на высоком уровне подделывали единственные номера, они варивали номера, и не только переваривали номера и площадки, но носились в электрику автомобилей, то есть прошивались по-новому подушки безопасности, вся электрика, что говорит о достаточно высоком уровне оснащения преступников. На высоком уровне подделывались и паспорта транспортных средств, которые готовились вместе с другими документами. Когда авто ставили на учет в ГАИ, у инспекторов даже не возникало подозрений. За все время только два раза сотрудники госавтоинспекции отправили паспорта машин на экспертизу. Документ внешне практически не отличался от оригинала, в нем были воспроизведены все основные красочные изображения, в том числе защитные волокна, защитная сетка, водяные знаки. Однако при экспертном осмотре, в том числе с использованием криминалистического оборудования, было установлено нечеткость цветопередачи, нечеткость отдельных мелких элементов красочных изображений, то, что волокна были выполнены в виде цветных линий. Кроме этого, следует отметить, что отдельные усилия прилагаются не только к подделке технических паспортов транспортных средств, но и к изменению винномеров транспортных средств. В большинстве случаев умельцы вырезают отдельные части кузова другого автомобиля и вваривают его в легализуемый автомобиль, но встречаются случаи замены не полностью винномера, а отдельных его знаков таким образом, чтобы они соответствовали винномеру в техническом паспорте транспортного средства. Обвиняемые по делу двое гомельчан. Один 39-летний предприниматель, который вел бизнес в разных сферах. У него были криминальные связи в стране соседки. Именно он организовал канал поставки крадедых авто. Второй также коммерсант. 41-летний мужчина занимался торговлей бытовой техники. Он же привлек к нелегальному бизнесу 31-летнего родственника, бывшего работника правоохранительных органов, который помогал продавать авто, а перед этим ставить их на учет. Большая часть подставных лиц, на которых эти автомобили оформлялись, это были какие-то знакомые родственники наших фигурантов. Некоторых из них находили через других знакомых, кому-то платили небольшие суммы денег, кого-то угощали спиртным. Друзья, знакомые, бывшие подчиненные, которые соглашались помочь, не зная о том, что они тем самым увлекаются в такой криминальный бизнес. Известен еще один фигурант дела, гражданин России, который был участником схемы и контактировал с обвиняемыми белорусами. Он являлся одним из звеньев поставки авто в нашу страну. Сейчас его роль в рамках отдельного уголовного дела выясняют следователи Управления Следственного комитета. Что же касается белорусов, то материалы их дела переданы в суд. Уголовное дело поступило на рассмотрение в суд Советского района города Гомеля. Судебное разбирательство назначено в открытом судебном заседании на 16 декабря 2019 года. Во время судебных разбирательств 38 конфискованных авто будут находиться на стоянке. Затем их судьбу решит суд. Белорусам можно лишь посочувствовать. Однако стоит отметить, пострадавшие, о которых, к слову, 44 человека, смогут рассчитывать на возмещение материального ущерба в размере до 700 тысяч долларов в эквиваленте. Выплачивать его, вероятнее всего, обяжут обвиняемых. Вероника Гомзюкова, Евгений Макеенко, Павел Антонов. Специально для программы «Де Факто». Мошенничество в области автобизнеса – не такое уже редкое явление для стран Евразийского экономического союза. Другое дело, что у правоохранителей и иных контролирующих структур на вооружении становится все больше средств и возможностей, чтобы дать аферистам отпор и заставить их отвечать за свои серые схемы. О том, могут ли потенциальные жертвы мошенников предугадать обман прямо сейчас в этой студии, поговорим с начальником отдела по раскрытию преступлений в сфере автобизнеса Управления уголовного розыска УВД Гомельского облсполкома Олегом Теселкиным. Олег Константинович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Когда человек покупает автомобиль, на что ему нужно обратить внимание, чтобы не стать жертвой аферистов и мошенников? Особенно, если цена выгодная. Вы знаете, Александр, наверное, основное обстоятельство, которым пытаются воспользоваться мошенники, это наше желание поскорее заключить сделку договора купли-продажи и стать собственником автомобиля. Каждый автовладелец в своей жизни хоть раз сталкивался с проблемой выбора автомобиля. Естественно, желание приобрести автомобиль с минимальным пробегом, без каких-либо подводных камней и по адекватной цене. Зачастую поиск затягивается на месяцы, и чем дольше мы ищем автомобиль, тем быстрее увидев, на первый взгляд, понравившуюся нам машину, мы хотим стать его собственником. Именно это и является основным инструментом мошенников, чтобы продать нам автомобиль, скажем так, ненадлежащего качества. Это в лучшем случае. То, что мы с вами сейчас рассматриваем, это автомобиль с криминальным прошлым. На какие уловки стоит обратить внимание людям, чтобы не повестись на эти серые схемы, и чтобы не стать, опять же, жертвами этих преступлений? Ну и как вообще мошенники пытаются продать автомобили с криминальной историей? Наверное, самое главное, не спешить и не терять бдительность. Не стоит ограничиваться только лишь техническим осмотром автомобиля, на что большинство автовладельцев и уделяют внимание. Убедившись, что автомобиль технически вас полностью устраивает, здесь наступает стадия, когда надо очень внимательно изучить те документы, которые есть на автомобиль, и сверить с тем буквенно-цифровым обозначением на номере кузова, которое нанесено на автомобиле. Главное, чтобы было соответственно. Давайте по порядку. Вот убедиться в техническом состоянии автомобиля, то есть в его легальности, я так понимаю, где и когда это происходит? Нет. Прежде всего, люди уделяют внимание технической исправности, это чтобы был он технически исправен, была исправна подвеска, двигатель. То есть в любом автосервисе? Как правило, на этом люди заканчивают осмотр автомобиля, если он их устраивает, они спешат быстрее заключить сделку. Но это не совсем верно, да? Это совсем неверно. Это совсем неверно, потому что следующий шаг, это нужно уделить внимание проверке самого автомобиля, именно его истории. Здесь я бы условно разделил рынок белорусских автомобилей, которые продаются нашим гражданам условным образом на две категории. Первая категория – это автомобили, которые предлагают нам с регистрации иностранного государства. Как правило, это автомобили с российским учетом. Как бы продавец автомобиля не пытался нас убедить о том, что очень много плюсов в этом автомобиле, как-то не надо проходить техосмотр. Цена, как правило, на такой автомобиль ниже среднерыночной. Не надо так бояться фотофиксации и нарушений скоростного режима. И все эти доводы играют на то, что человек принимает решение купить именно такой автомобиль. Объяснением, почему автомобиль на российском учете находится масса, здесь уже, как подскажет фантазия продавца. Он может вам рассказать историю о том, что родственник находится на заработках, на вахте и приедет через полгода, тогда мы с вами переоформим автомобиль. Могут рассказать, что банкротится фирма, через месяц закроет все свои финансовые вопросы, и мы с вами поедем, успешно переоформим автомобиль. Уловок может быть массой, здесь какого-то нет одного алгоритма. Но всегда есть какое-то препятствие, чтобы здесь и сейчас пойти, и автомобиль. Всегда человек найдет способ убедить вас, что сейчас это сделать невозможно, и предлог для вас покажется правдоподобным и убедительным, и вы посчитаете, что это действительно так. Можно ли отличить, вот действительно это, в действительности происходит, правдивы ли слова продавца, либо действительно тут какая-то уже начинает работать. Прежде всего, это нужно настоять на том, что давайте оформим сделку в подразделениях ГАИ. Если все так, как вы говорите, вопросов нет, я готов подождать, значит, вы подождите с приемом денег от меня. Такое же условие вряд ли преступника устроит, и он откажется, скорее всего, от сделки с вами. Но это повод успокоиться, что вы все-таки отвели от себя беду. Если человек, ну, не настроен так тоже оперативно оформлять эту сделку. Я бы вообще нашим телезрителям рекомендовал отказаться от приобретения автомобиля с регистрацией другого государства, в России, другого любого государства, по одной простой причине, что при покупке автомобиля нужно, прежде всего, руководствоваться логикой. Задайте себе вопрос и постарайтесь на него ответить. Каким образом в случае возникновения спорной ситуации я смогу доказать, что именно собственником автомобиля являюсь я? В лучшем случае на руках у вас окажется расписка, где будут указаны данные продавца этого автомобиля. Хорошо, если они окажутся настоящими. В противном случае вы рискуете столкнуться с ситуацией, что через какое-то время к вам придут сотрудники милиции и сообщат, что к ним обратился собственник автомобиля и заявляют о том, что автомобиль был продан без его согласия, либо третьими лицами, либо нерадивым родственникам. И в любом случае у вас возникнет проблема с доказыванием легальности приобретения этого автомобиля. Тогда какова должна быть правильная последовательность приобретения автомобиля с российскими номерами? Вот так, если вкратце. Если вкратце, вы осматриваете автомобиль, он вас устраивает, вы предлагаете продавцу снять его с учета в Российской Федерации и на основании тех документов, которые вы получите, зарегистрировать его в установленном порядке в подразделениях ГАИ Республики Беларусь. Но вот вопрос об уловках. Ведь часто мошенники представляются, допустим, какой-то семейной парой, которой просто нужны срочные деньги, еще какие-то типичные, наверное, их образы, в которые они себя примеряют. Что можете по этому поводу сказать? Вы знаете, здесь нет какого-то определенного алгоритма или способа обмана. Фантазия мошенников безгранична. Могут быть совершенно разные истории. Могут представиться, как вы сказали, семейной парой, объяснить, что срочно понадобились деньги на покупку жилья. Могут сказать, что близкий человек или сам продавец очень серьезно болен, ему нужны деньги на приобретение дорогостоящих лекарств. История может быть совершенно любой. Единственное общее поведение, которое следует отметить в мошеннике, это при продаже автомобиля он будет стараться, что называется, вас заболтать. Будет показывать на какие-то незначительные нюансы по кузову, сколы, царапины на капоте, трещины. То есть как бы таким образом говорят, что ну вот, я говорю все правду, то есть можно... Он будет вам детально рассказывать, как эти трещины образовались, что недорогой ремонт этих дефектов. Цель будет одна, отвезти вас от главного, это осмотр каких-то номерных деталей, более тщательного осмотра самого автомобиля, документов на него. А можно ли выявить в момент совершения сделки купли-продажи то, что в машине перебиты ВИН-номера? Вы знаете, не всегда. И наши телезрители посмотрели видеосюжет, и в этом сюжете шла речь об автомобилях, большая половина которых реализовывалась уже с настоящими белорусскими документами. И определить визуально о том, что автомобиль имеет криминальное прошлое, на данном этапе было уже практически невозможно, без проведения какой-то специальной экспертизы. Единственное, в качестве рекомендации телезрителям, я бы советовал, даже при покупке автомобиля с белорусскими документами, все же осмотреть более детально на предмет наличия номерных обозначений, на двигателе, на коробке переключения передач, имеются ли шильды на ремнях безопасности. Если все это будет удалено, либо затерто, не важно, что вам будет пояснять продавец, это должно вас насторожить и произвести уже более детальную проверку, в том числе и обратиться к специалистам на автосервисе, чтобы подключили какое-то диагностическое оборудование, посмотрели соответствие номеров кузова в электронных блоках автомобиля, ну, более тщательно. Как правило, если вы будете настаивать на более детальной проверке самого автомобиля, в том числе с привлечением специалистов, мошенник наверняка откажется от такой сделки, ему проще найти более доверчивого гражданина, чем связываться с вами и ездить по многочисленным сервисам, показывать автомобиль свой. Мошенники часто зарабатывают на том, что продают, скажем так, дорогостоящее имущество, не только автомашины. Какие еще виды афер вы можете привести в пример, чтобы наши телезрители не попадались на ловки мошенников? Как я уже говорил, фантазия мошенников безгранична. Мы с вами рассмотрели ситуацию только с реализацией автомашин, по поддельным документам. Вообще ситуации существует масса, их, наверное, мы все в рамках передачи даже и не перечислим. Это может быть способы предоплаты. Будут вас пытаться склонить к тому, чтобы вы произвели какое-то перечисление денежных средств в гарант того, что автомобиль будет продан именно вам. Потом продавец просто может исчезнуть и вы не получите назвать своей предоплатой. Может произойти ситуация, когда вы рассчитаетесь с человеком за автомобиль, а продавец с деньгами и автомобиль, который вы купили, уедет у вас буквально на глазах. Поэтому способов моря, как я уже сказал, не надо терять бедительность и спешить. Олег Константинович, я благодарю вас за конструктивный разговор и спасибо за полезную информацию. Спасибо. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец» подборка происшествий, которые попали в объективы камер мобильных телефонов, видеорегистраторов и систем наружного наблюдения со всего мира. Количество пострадавших при пожаре в колледже в Одессе возросло до 30 человек. Двое погибли. Местонахождение еще 14 неизвестно, сообщает пресс-служба национальной полиции Украины. Один человек, который числился пропавшим без вести, был обнаружен. Пожар начался в историческом здании Одесского колледжа экономики, права и гостиничного ресторанного бизнеса в среду в первой половине дня и охватил около 4000 квадратных метров. На момент возгорания в здании находились более 400 человек. 29 госпитализированы, один выписан. Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, женщина умудрилась напасть на полицейского и угнать его автомобиль. Неадекватное поведение пешехода стал снимать очевидец. Сначала американка едва не бросилась под случайный автомобиль, а когда привлекла к своей персоне слишком много внимания, решила угнать полицейское авто. И получилось. Полицейский стрелять не стал и проиграл схватку. Женщина села за руль его авто и дала по газам. Была ли она найдена, не сообщается. А этому полицейскому из Огайо повезло еще меньше. Сотрудника сбил невнимательный водитель. Полицмен вышел из авто, чтобы отрегулировать на шоссе движение и стал сигнализировать для этого фонариком. Но один из автомобилистов оказался настолько обеспеченным, что не заметил инспектора. В итоге полицейскому понадобилась госпитализация. Больницей закончилась смена и для этого рабочего большого продуктового склада. Мужчин водрузил на гидравлический подъемник коробки с пивом и повез их к грузовику, не заметив, что за спиной у него стоял еще один подъемник. Мужчина об него споткнулся и на рабочего упали упаковки с бутылками. А этот автомеханик едва не погиб от взрыва колеса. Подкачка воздуха привела ко взрыву покрышки. Мужчину отбросило на два метра в сторону водителя. Оба оказались на асфальте. К счастью, обошлось без серьезных последствий. В Якутске женщина-водитель снесла столб и едва не сбила школьницу. Перепутала и скорость, и педали. В итоге едва не стала виновницей ДТП с пешеходом. Надо отдать должное спокойствию девочке. Она хладнокровно сориентировалась и сделала лишь несколько шагов в сторону. Как будто бы ее и не особо-то волновало происходящее. А так может случиться, если не уступить дорогу большому грузовику. В Свердловской области в автомобиле «Жигули» погибла супружеская пара пенсионеров. Водитель не заметил фуру и выехал на главную очень не вовремя. После ДТП спасать в салоне легковушки уже было некого. Саудовская Аравия. Заправка топливом закончилась пожаром для владельца легкового автомобиля. Мужчина стал заливать в бак бензин, не заглушив двигатель своей машины. Что именно пошло не так, доподлинно неизвестно. Но, вероятнее всего, искра из выхлопной трубы воспламенила пары горючего, и автомобиль охватило пламя. Могло рвануть, но вовремя подоспели сотрудники автозаправки. Огнетушителями они потушили пожар. На сегодня все. Оставайтесь в курсе происшествий Гомельской области вместе с Дефакто. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин